Моттел Моттел И когда я читал Еврейские Писания, я пришел к вере в Мессию Ишуа. И когда будет послебеденная программа, я вам больше расскажу, как Бог меня к себе привел. Много лет мы служим в мессианском служении в Нью-Йорке, недалеко от Нью-Йорка, в Нью-Джерси, и рассказываем еврейским людям о хорошей новости, благой вести. В 16 лет я служил мессианским авином в еврейско-мессианской общине, там, в Нью-Джерси. И многое, что мы сегодня слышали и пели, я это все знаю. Все те, кто сегодня пришли сюда, они были приведены Духом Святым сюда. Вы здесь, и вы пришли из разных мест. Я не был еще ни разу в такой общине, где столько много переводов существует. Бог привел людей в эту общину из разных частей света. И этот феномен уже был предсказан Иоанна, сейчас секунду, в Бытие, в 12 главе. И мы посмотрим в Библию, что Бог хочет сделать в этой общине через Писание. Мы посмотрим, как Бог заключил завет с Моисеем, с евреями, и также с неевреями. И через завет с Авраама мы все получаем благословение, независимо от того, с какого народа мы пришли. И вы знаете, наверное, историю, как Бог призвал Авраама из нееврейского поселения. Раввины рассказывают разные истории по этому поводу, как Авраам пришел к вере к Богу. Но Авраам был тот, кто признал Бога и его творение. И он также знал, что то, что вокруг него происходило в той, в другой земле, это не нравилось Богу. И здесь, в Бытие, в 12 главе, мы можем почитать об этом. И все, что произошло после этой главы, было очень драматично. Все то, что произошло потом, это то, что делает Бог после того, как Он объяснил в 12 главе то, что Он хочет. Давайте прочитаем эту главу, Бытие, 12 глава, с 1 стиха. И сказал Бог Аврааму, пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. «И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». В этом отрывке мы видим драматический призыв Бога к Аврааму. И это касается не только Авраама, но и всех его последователей, потомков. Мы знаем, что Авраам имел несколько детей. Исаак и Измаил были самые известные. Измаил, он отец всех арабских народов. И Бог заботится о арабской нации. И Измаил переводится то, что Бог услышал. Но все благословения и обещания идут через Исаака. И это мы видим подтверждение в Библии и в многих отрывках. Исаак, у Исаака было два сына, Исаав и Яков. Но Исаав, Исааву было все равно наследство и благословение. Ему было все равно. И потом был Яков, который был младшим сыном, через которого прошло дальше обещание Бога. У Якова было двенадцать сыновей. И эти двенадцать, они были как бы основателями двенадцать колен Израиля. В первом параллелепименон мы видим, что это линия. Линия будет идти через сыновей Якова. И мы иногда видим, что люди люди иногда неправильно трактуют Библию. Особенно если это касается того, кому принадлежит земля Израиля. И они говорят, что все дети Авраама имеют право на землю, так же и арабы. Потому что он арабским народом обещал северные земли от Израиля. Но народу Израиля Бог дал землю Израиля. И мы здесь видим в двенадцатой главе Бытия эту линию, проходящую по всей Библии. И мы видим в конце стиха три. Там говорится о том, что в тебе благословлятся все племена земные. племена или семьи были в какой-то плохой ситуации. Потому что они грешили, потом умирали, грешили, умирали безысходность. Но Бог не хотел так, когда Он создавал все живое. Мы были созданы для того, чтобы... для вечности. И в Библии написано, что мы должны понимать, для чего мы созданы. Из-за наших прадцов Анамы и Евы, они как бы неправильно эту ситуацию не воспользовались, жить вечно. И поэтому они были те, которые первые согрешили, и, следовательно, все человечество потом грешило так же. Но это не было так, как Бог хотел. Итак, Божий план привести кого-то на землю, который будет... То есть, эту ситуацию, которая эту ситуацию поправит. И так мы видим, что грех приводит к смерти. То, что мы это первое видим, это бытие первая и вторая глава. Когда Адам и Евы согрешили, Бог принес жертву в жертву животное, чтобы покрыть их. Кто-то должен был умереть, как за них. и как замена их грехов, кто-то должен был умереть. Это было животное. В первом, в бытие, в третьей главе, в бытие, в третьей главе, мы видим, как эта история продолжается. В конце концов, мы видим, что обещание того, что придет спаситель, который спасет всю землю. И в двенадцатой главе, в бытие, мы видим семью, из которой произойдет спаситель, который спасет всю землю. мы знаем из бытия третьей главы, что приход Мессии – это конец сатаны. сатана не может напрямую бороться с Мессией, и он хочет как-то по-другому его уничтожить. Еврейские Писания подтверждают, что сатана – это реальная личность, невыдуманная личность. этот Мессия, который придет, весь этот круговорот жизни и смерти, он его выровняет, то есть, починит. В начале бытия, двенадцатая глава, Бог говорит в третьем стихе, что Он благословит народ Израиля и сохранит его, потому что сатана и его желание эту линию уничтожить, уничтожить эту линию, с которой произойдет Мессия. Почему вы думаете, что так много происходит войны во всей Библии? Потому что каждая нация пытается подчиниться сатане, чтобы уничтожить Израиль. Все большие цивилизации, египтяне, ассирийцы, бавилоняне, и персы, и греки, и римляне раньше хотели уничтожить еврейский народ физически, или что-то внести в израильский народ, ассимилировать его, чтобы план Бога не пришел в действие. И поэтому в третьем стихе мы читаем 12 главы Бытия, «Благословляющий Тебя благословлю и злословящий Тебя прокляну». То, что происходит на Ближнем Востоке, это очень опасно. Но народ Израиля знает, что Шомер Исраиль, защитник Израиля. Это их спасение, их защита. И так в этом завете с Авраамом говорится о приходе Мессии. Но из этого завета Авраамского, Авраамового завета происходит еврейский народ. Но все другие нации и народы тоже в Божьем сердце. И в третьем стихе в конце мы видим, что не только для еврейского народа, но и для всех народов это тоже действует. И я очень много имел разговоров с хайсидами в Нью-Йорке, и они мне говорили, меня убеждали в обратном. Они говорили мне, ты не соблюдаешь завет с Моисеем, и ты не еврей. Как ты можешь говорить, что еврей? И я им также по-еврейски ответил вопросом на вопрос. Как можно было видеть, что Иаков и его 12 сыновей евреи? Они жили до завета с Моисеем. Итак, еврейская нация не базируется на Моисеевом завете, но на Авраамовом завете. Бог Авраама Исаака Иакова навсегда, и у него нет никаких к нам заданий. И мы говорили, что это мусайский сезон. Независимо от того, что мы делаем, он всегда с нами по завету Савраама. И мы идем сейчас в Еремию, 31 глава. Мы должны знать, что Моисеев завет уже был. И как раз это середина этого происходящего. В еврейском народе еврейский пророк говорил еврейскому народу. И он им говорит то, что ему говорит Господь, который любит еврейский народ. И так тут все еврейское. Ничего нет не еврейского в этом отрывке, который мы сейчас будем читать. Мы просто видим, как план Божий для еврейского народа был воплощен. Мы будем читать Еремию, 31 глава, 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, мы видим это высказывание или обещание 800 лет до завета с Моисеем. «Но 400 лет до завета с Моисеем был дан завет с Авраамом». В стихе 31 этот завет заключен со всем Домом Израиля и Иуды. И это слово в слово дается, это никак по-другому нельзя интерпретировать. Это говорится тут, что это заключил с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Совет. И этот завет, который будет, он не будет такой же, как был заключен с Моисеем. И поэтому наш идентитет как евреев не базируется на Моисеевом завете, но на Авраамом завете. И те, которые не евреи, ваша надежда в том, тоже так же в завете с Авраамом. И это завет с Авраамом, который обещает приход Мессии. И так можно это простое решение, не должно уходить от нас далеко. Говорят, что Моисеев завет был нарушен. Но Бога это не удивило. Бог не смотрит наверх на нас и говорит, о, как это могло случиться. Но это развитие его плана. И это значит слово в слово, что завет с Моисеем был на какое-то время дан. И даже еврейское слово, которое здесь используется на веки, означает до определенного времени. И то, что описывает окончание Моисеево завета, это не навсегда, как Бог навсегда. Но это на определенный период времени. В стихе 34, Иеремия 31 главы, мы видим, что воплощение того, что здесь написано, еще не сбылось. Но в стихах 35 и 36 мы видим, что Бог, этот завет с Авраамом, он его продлит, когда Моисеев завет закончится. И мы видим здесь обещание Бога. В 37 стихе мы говорим, так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли и следование внизу, то и я отвергну все племя Израильева за все то, что они делали, говорит Господь. И основание того, что здесь стоит, это то, что завет с Авраамом не может быть нарушен. Они нарушили закон Моисеев, и поэтому они не были уже так чисты, но завет с Авраамом не может быть нарушен. Поэтому он дальше продолжает иметь место. В Луке, в первой главе, мы читаем, это очень известная история, когда родился Мессия. В Луке, в первой главе, мы слышим голос Матери Ишоа, которая взывает свой голос и славит Бога. Она узнает, что это она, та женщина, которая принесет в мир Мессию. И она говорит, В 45-м стихе мы видим, что говорит Мария, «Величая душа Моя Господа, и возвеселился Дух Мой, облоги Спасители Мою». И таким образом Мария Мария подтверждает завет с Авраамом. И потом мы читаем, Захария тоже говорит те же слова, «В 22-м стихе, «Благословен Господь Бог Израиль в 68-м, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг Бог спасения нам в дом Давида». И Захария, который знает план Бога, он подтверждает этот Авраамов завет. И так, рождение Мессии основано на завете с Авраамом, подтверждает завет Авраам. И это надежда каждого из нас, кто сидит в этом помещении, те, кто не евреи, потому что Библия описывает этих людей, которые люди, сидящие во тьме и в смерти. И это была ситуация, которую Бог не хотел. Но он предпринял шаги, чтобы выйти из этой ситуации. Его желание было, чтобы все вместе жили в вере. И эту неделю мы празднуем Суккот. И мы видим в этом, что Бог 40 лет жил со Своим народом в пустыне. Он был тот, который заботился о них в пустыне. И то, что он с Кехила, с общиной, сделает это то же самое. Он всех, те, кто верит, вместе пригласит в Суку. Община – это новое творение. Библия говорит нам, что она началась в Деяниях с первой главы этой общины. Не забывайте в Иерусалим, но ждите здесь, пока Господь придет на вас. Когда Ишуак сказал, подождите здесь, пока придет Дух Святой. И это была удивительная история. Такого больше не повторилось. Мессия говорил насчет времени Кегила, которое еще будет. Он сказал, «Я построю свою общину». И в Деяниях во второй главе они были в Иерусалиме. И новое творение начало быть, имело место быть. Это новое творение как сука, как шалаш. потому что община – это Божий шалаш, Божий сука. Все евреи, неевреи из других народов. Мы идем к Ефесянам во вторую главу. И мы видим, что Бог соединил. Мы прочитаем сейчас большой отрывок. Ефесянам вторая глава с 11 стиха до конца главы. И, пожалуйста, когда мы будем читать, вдумайтесь в эти слова. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезными так называемыми обрезанные плотским обрезанием совершенными руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были бы избожники в мире. А теперь в Мессии Ишуа вы, бывшие некогда далеко, стали близко к крови Мессии, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учения, дабы из двух создать в себе саму одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед, благословил мир вам дальним и ближним, потому что через него и то и другое имеем доступ к Отцу в одном духе, и так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Ишуа Мессию, креугольным камнем, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. В одиннадцатом и двенадцатом стихе мы видим, что неевреи были очень далеко от Бога. Но также в Божьем сердце было желание исправить эту ситуацию. В четырнадцатом стихе мы видим, что Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, чтобы мы вместе были в этой суке. Это план и то, что Бог приготовил. община это то место, где все люди могут прийти вместе и приславить Бога. В откровениях мы видим такую картину, где Иоанн видит видение, что все нации приславляют Бога. и Иоанн говорит, что Он видит людей разной национальности, разных языков, которые вместе прославляют Бога. Это видение, то, что уже есть на небе, это как бы прообраз того, что мы видим на земле сейчас в нашей общине, например. Мы знаем, что все эти праздники, которые описаны в Левите, они говорят нам о пришествии Мессии и что будет с этим связаны. Мы знаем также, что Песах это знак Мессии, символ Мессии. Мы знаем, что Шавуот или Пятидесятница, это он означает первенец или первый плод. Шавуот. Шавуот, это был праздник первых плодов. А теперь мы приходим к Шавуоту, на Роша-Шана мы тоже трубим в Шафар. Это означает, как бы, пришествует приход Мессии. И на Йом-Киппур мы видим еще то, что весь Израиль будет просить прощения и чтобы пришел Мессия. Мессианское обещание очень простое. Мы будем с Йешуа вместе жить тысячи лет. И Он тогда нас заберет в вечное жилище. все детали мы еще точно не знаем и не можем их правильно понять. Но то, что мы знаем, то, что тысячи лет Он будет править на земле. И в это время мы знаем, что Бог будет жить со Своим народом. И мы будем в сухе Господа. И все прекрасные вещи, которые мы можем там кушать, тоже в сухе. Вчера я кушал ваши сухе. и прекрасная женщина из России все время мне добавляла еду в мою тарелку. Это как бы уже предвкушение того, что будет в Божьей сухе. община это дом всех, кто верит в Мессию Ишуа. то, что мы увидим на небе, все нации, все языки будут в сухе. если вы посмотрите друг на друга, кто здесь сидит, вы видите тоже как бы предвещание того, что будет в будущем. много имеем того, что может прославить Господа. Бог нам подарил план Свой Писаний, показал его. в семинарах, которые я провожу, Бог ничего не делает скрыто. И через праздники, через народ Израиля, Он показал Свой план для всех народов. И одна часть этого плана, что все другие народы Израиль должны быть вместе в этой сухе. Для меня было радостью быть в Вашей сухе и быть в Вашей общине. Пусть Господь благословит вас, и чтобы вы следовали за Ним. desire он sea его как сделать его può